Почему мы принимаем или участвуем в святом причастии? Причастие – это когда мы принимаем вот элементы, которые вот здесь вот перед вами. Это хлеб, это чаша. Почему мы, как верующие люди, это делаем? Я думаю, что и православные, и евангельские верующие это делают. Многие делают это давно, годами, но я не уверен, что люди могут объяснить, почему они это делают. Простой тест – способны ли вы, как родители, объяснить людям на основании Писания? Здесь у вас на экране пять причин из Писания, почему мы, как люди, верующие, участвуем в этом святом причастии. Я вам даю 30 секунд. Вам нужно собраться в все, что у вас есть внутри, вспомнить все, что вы знаете, и попробовать для себя дать ответ. Пять пунктов, почему мы это делаем. Итак, первый. Первая причина – это повеление от Господа. Так написано 1 Коринфянам 11 глава, 23 стих. «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, то есть ночь, понимаете, была очень сложная, предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите». По-другому вот это делайте. По-английски написано «do this», это не пожелание, это не совет, it's a command, это повеление, которое и Христос сказал, вот это так делайте. И он сказал это с властью к нам, его последователям. Расскажу вам примеры жизни. В комнате балуются мои две дочери. И одна пытается другую успокоить и утешить, и говорит ей, перестань, так делать нельзя, остановись, что ты делаешь? Другая дочь, ее сестра никак не реагирует, просто продолжает баловаться, игнорирует. И та другая опять ее успокаивает, говорит, а ее слово, сестры, никак на нее не влияет. Вдруг, представьте себе, в комнату врывается мой сын и говорит, перестань, папа сказал. Дочка так остановилась, пауза, глазки так забегали по комнате. Хочу заметить, что послание было одинаковое. Дочка говорила, перестань, так нельзя, ты там мешаешь, почему ты балуешься, стоп, прекрати. Второй посланник доставку делает того же послания, перестань, папа сказал. И все меняется. В Америке есть одна шутка, которую знают, наверное, кто в славянских церквях живет давно. Она звучит так по-английски, who are you for me? Кто ты для меня? Вопрос только в одном. Вопрос власти и авторитета. Кто это сказал, что я должна перестать или я должна это делать? Вот в этом вся разница. Когда человек принимает что-то от кого-то авторитетного, кого он уважает и почитает эту власть, сразу это на него влияет. Для нас, верующих людей, когда мы участвуем в служении и причастия, это не просто придумал я, честное слово, не я. Это не придумал какой-то пастыр, какая-то церковь, традиция, культура. Это сказал сам Господь. Он дал нам повеление. Вот это делайте. Сие творите. Потом следующий вопрос уже. Почему? Зачем? Но вначале начинаем с вот этого указания, повеления. Вот это верующие должны делать. Первый пункт. Второй. Почему мы это делаем? Потому что мы этим вспоминаем, помним о жертве Иисуса Христа. 1 Коринфянам 11 написано. «Сие творите в мое воспоминание, в память обо мне». Оказывается, в Библии мы находим, что в Старом Завете Бог иногда давал такие задания людям, где Он говорил, постройте жертвенник, соберите вот это, сделайте там памятник, камни там соберите, что бы вы помнили, что бы это вам напоминало, пусть это будет для вас знаком. Все, что бы напоминало. Как вы думаете, в чем проблема? С памятью или есть другие причины? Есть ли у нас, у людей проблема с памятью? Или там есть причины поглубже? Почему нужно это делать, чтобы не забыть? Это хороший вопрос. Я не думаю, что всегда проблема с памятью. Проблема, я думаю, с информацией, которая нас душит, угнетает, тянет ко дну, разбивает, обижает. Информация, которая гнетет, отравляет, подавляет нас. И когда мы вспоминаем другую информацию, что произошло на кресте, и что мне это дает, как это в жизни работает, как это на меня влияет, вот это воспоминание, когда вы знаете, бывает, вы там плачете, что-то там рассказываете, как все плохо, а вам один человек подходит сбоку и говорит, ну ты же помнишь, у тебя же там и то не так плохо, и вот это посмотри. Он тебе ничего нового не сказал, не открыл Америку. Он просто тебе напомнил что-то, что тебя раз так и отбалансировало. Вот что происходит, друзья, в жизни в духовной. Когда нас, мы духовно прибиты, морально, разные причины. Ты вспомнил, ради кого живешь, вспомнил, что нужно смотреть на жизнь с перспективы вечности. Ты вспомнил, тебя это приводит в трезвость. Если ты это делаешь правильно, искренне и осознанно. Вот почему написано в Библии, вспоминая, делайте это. И мы вспоминаем жертву Иисуса Христа на кресте. И мы напоминаем, какое это влияние имеет в моей жизни. Третий пункт. Мы участвуем в сложении причастия, потому что это повод, причина для самоанализа. Или самокритики. Или Писание призывает и говорит, суди себя сам. То есть, сам себя анализируй. Написано, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет. Прежде чем ты будешь есть и пить, написано вначале, стоп, вначале испытай себя. Проанализируй и проверь свою жизнь, свои дела, свои разговоры, свои отношения. И потом действуй. Вначале написано, да испытывает. You should examine yourself. Да, я понимаю, у нас многие люди анализируют, испытывают, критикуют, осуждают. Нам это не нравится, и мы все равно это не принимаем. Иногда. Но когда ты сам это выбираешь, по простой причине, так Бог сказал, так Слово Божие говорит, и ты это делаешь, у тебя внутри происходят вот эти процессы, которые полезны для тебя. И вот почему написано в Писании, вот этот процесс, каждый раз, когда мы участвуем в причастии, там есть инструкция. И каждое слово, каждый стих имеет глубокое значение. Часто мы это делаем машинально, мы привыкли, так всегда было. Мы даже не задумываемся, почему и что оно там. Когда даже в церкви читают этот текст перед служением и вечерей, мы даже его не сильно слушаем. Мы к нему слишком привыкли. И вот, друзья, обращая внимание на эти детали, это нас подстегивает анализировать. Потому что следующий стих, вы увидите, что там написано, что есть шанс или риск участвовать недостойно. А когда это случается, тогда ты уже против себя это делаешь. Это уже может тебе принести ущерб, вред или проблему можешь навлекти на себя. Потому что это не просто нужно это жевать и глотать. Должны происходить духовные процессы. Это не просто перекус. Это что-то намного глубже. Вот почему для христиан это важно. И важно это знать и понимать. Четвертая причина, почему мы принимаем святое причастие. Потому что Библия призывает нас во время вот этого действия рассуждать или думать, задуматься о теле Христовом. А зачем это делать? В какой смысл в этом? Здесь можно думать в двух направлениях. Одно из них – тело Христово как физически, в прямом смысле, которое было прибито, раздираемо, убито из-за наших грехов. И за нас Христос пострадал и принес себя в жертву. Вспоминая, представляя эту картину, у нас внутри вызывает это выбор. Ты в это веришь? Ты это принимаешь? На тебя это как-то влияет? Или ты просто читаешь это как легенду? А второе, более глубокое значение, что значит рассуждать о теле Христовом. В Евангелии мы читаем, что Слово Божье сравнивает всех верующих с органами или с частями тела. Вот физически тело. И вот каждый из нас сравнивается, если он верующий, принадлежащий церкви. Потому что тело Христово в Библии – это преобраз церкви. Вот все верующие вместе. Вот это вот все организм или тело, оно так вместе функционирует и работает. И когда человек участвует, не рассуждая о теле, это означает, что он не рассуждает о взаимоотношениях с людьми. Почему? Потому что люди, с которыми ты связан, люди, с которыми ты вместе, люди, с которыми у тебя иногда бывают конфликты, напряжение. Если ты это игнорируешь, а вот эти люди верующие – это и есть тело. И если ты, анализируя, не наводишь порядок в своей жизни, не приводишь отношения в порядок, выбираешь не просить прощения, не каяться, не исправляться, игнорируешь вот эти факты, то тогда вот это и приводит нас к тому, что иногда там написано «пьет в осуждение недостойно». Я понимаю, что тебе не хочется с некоторыми налаживать отношения, не хочется некоторых прощать. Я говорю, я не могу простить, я тебе верю. Тебе нужно только это признать и прийти перед Богом и сказать «Господь, я не могу, но я выбираю». И двигаться этим путем. И именно рассуждая о теле, сейчас это вот ключевой момент, когда всплывают все отношения с людьми разные, натянутые, плохие, скользкие, скверные, разные-разные, жестокие, несправедливые. Вот здесь Писание говорит, контекст, смысл, отпускай, благословляй, прощай, и потом бери и принимай. Тогда это принесет тебе пользу. Тогда это принесет тебе пользу. Истеление в твой дух. А так это просто станут крекеры, знаешь, вот как кусочек, просто снэк, перекус. Духовные процессы происходят, когда мы следуем инструкции. Вот тогда это имеет колоссальное действие. И последний пункт, пятый. Почему мы принимаем святое причастие? Потому что написано, мы этим возвещаем смерть Господню. Первая Коринфа нам написана, 11 глава. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Возвещаете, то вы становитесь свидетелем, глашатаем, вы провозглашаете. Здесь, друзья, в этом стихе тоже очень большой смысл. Вы становитесь свидетелем, который несет Евангелие. Смотрите, вы заявляете, что вы верите, что Иисус Христос Сын Божий, что Иисус Христос родился, что Иисус Христос умер, что Иисус воскрес и что этот Иисус придет снова на землю забрать церковь. Вот в одной минуте я вам сказал «Гаспел месседж», это евангельское послание. А дальше у человека, вы верите в это или нет? Выбор. Вот в такую, за одну минуту. Вот почему написано. «Ибо всякий раз, когда вы это делаете, а у вас кто-то спросит, а зачем? А кто это придумал? А что это за трюки, за традиции, за церемонии?» А вы ему только одним стихом, пятым пунктом рассказали, и вы ему уже сказали проповедь за минуту. А дальше там поверить, не приметь, неудобно. Это не твоя уже забота. Твоя ответственность быть свидетелем. А дальше написано, помните, что «ни духами, ни силою». То есть, простите, это не нашими усилиями. Это не в том, что ты его убеждать будешь, логику его будешь ломать. Нет. Дальше это уже действие веры. Но ты ему дал послание, ради чего пришел Иисус Христос на землю. Итак, пять пунктов на экране. Вы можете запомнить, можете сфотографировать. Но каждый верующий, я верю, должен знать причины, почему мы это делаем. И он должен контекст Писания знать. И также я вас вдохновляю вашим детям это объяснить. При удобном случае сказать, детки, вы знаете, почему мы это делаем? Чтобы и они знали. И чтобы мы сами себя проверили. Я способен вообще детям рассказать? И в заключение, друзья, вот что. Вы знаете, мы сегодня живем в мире, когда мы поддаемся влиянию. Извиняюсь. Нас атакуют, чтобы завоевать наше внимание. Внимание. Все борются за наше внимание. Чтобы ты кому-то уделил внимание. Жена борется за то, чтобы ты уделил ей внимание. Не знал? Иногда вам дают рекламку 30 секунд. Вот это только клип. Посмотри. 30 секунд. Пожалуйста, дай мне 30 секунд твоего внимания. А сейчас стали более эффективны. Борьба за внимание настолько усилилась. 15 секунд. Знаете, YouTube включаете, и там 10 секунд идет рекламка. Видели, да? 10 секунд твоего внимания. Какая идет война за внимание. А интересно еще заметить, как, каким методом это внимание завоевывается. Иногда люди идут на радикальные шаги, чтобы привлечь твое внимание. Иногда на тебя начинают обвинять в чем-то, а ты не реагируешь. А потом начинают на тебя наезжать. А потом начинают тебя сильно уже бить словами. А потом громкость добавляется. И все ради одной цели. Обрати на меня внимание в конце концов. Мне нужно внимания. А теперь параллель. Иисус Христос. Он что-то сделал для того, чтобы ты на него обратил внимание. И вот, как это произошло. Плеть, гвозди, черновый венец, казнь, тихо и спокойно, крест и смерть. Чтобы ты обратил на него внимание. Но здесь есть один ключевой вопрос. Каким методом он требует или просит твоего внимания? Когда мы требуем внимания, то там иногда бывает громко, иногда бывает больно, жестко. Там мы дерзко обвиняем, уничтожаем, давим, доказываем. Дай мне внимания. И вот Христос. Крест висит тихо, распятый, без слов. Кровью. Кровью. Кровью сказал. Все сказано. Дай мне чуть-чуть внимания. Знаешь, у нас могут быть благие намерения к Богу, к Библии. Но если ты не уделяешь этому внимания, это ничего не меняет твоей жизни. Если ты не уделяешь внимания Богу, отношениям, Его Слову, то твои благие намерения мало помогают. Если ты детям не уделяешь внимания, а у тебя есть только намерения. Вот сегодня мы верующие. Я думаю, мы все полны хороших намерений, святых. Я и то мечтаю, и то хотелось бы, и нужно подтягиваться. Только эти намерения, куда они? Один человек сказал, подскажите место, куда пойти со своим мнением. У вас есть ему совет? Мнение мало что меняет. Так вот это, друзья, по-английски звучит так. You might have good intention towards God, but you don't give Him attention. Intention versus attention. Make sure you give God attention. Don't bring Him just your intention. Блесю.